Добрый вечер! Мы продолжаем нашу серию уроков по поводу Тора и науки, отношения Равкука или даже, скажем более широко, Тора и неверия. И мы в прошлый раз изучали об изменениях, которые произошли в воззрении человечества по поводу общественной жизни. Я коротенько напомню, мы говорили о том, что человек жил в маленьком мире, а сегодня он живет в глобальном мире, где он понимает, что мир большой, и он понимает, что все от всего зависит. И соответственно с этим пониманием также ему нужно перестраивать свое духовное взгляд на мир, свое мировоззрение. Равкук перечислил, что есть три основные вещи, которые поменялись в сегодняшнем мире. Это общественная, воззрение на общественную организацию, то, что мы сказали, что человек живет сегодня в глобальной деревне. Второе, это космологическая картина мира поменялась. И третье, это взгляд на развитие мира, что сегодня есть как бы распространились теории, которые говорят, про развитие мира или, допустим, в космологических аспектах или, допустим, в биологических аспектах. К этому сейчас Равкук будет относиться. Итак, мы переходим к тексту с вашего позволения. Не обращайте внимания на русский, это Google Translate. Будем читать иврит и переводить. Здесь перевод он вполне ничего. Космологическая мысль также вызвала великую перемену в духовной жизни. Какую перемену? И что за космологическая мысль? Давайте смотреть. Идеи. Идеи, которые произошли, произросли буквально из мелочи мелкого. Идеи, которые у нас произошли от той картины, от той мелкой картины мира, которую мы себе представляли, от той мелкой картины всего мира. Это соответствует нашим старым качествам, что мы мелкие были и так по-мелкому смотрели на мир. И это соответствует тому, что мы говорили раньше по поводу общественной жизни, что раньше человек жил, и он понимал, что на него влияет его сосед и его начальник. Но что-то более далекое было понятно, что на него вообще-то не влияет или никак, или совсем никак, или почти никак. Но сегодня мы понимаем, что все на все влияет. То же самое здесь, это похоже на то, что произошло с общественной жизнью, похоже на космологическое. И да, это похоже на космологическое. И что нам сейчас требуется? И новый общий дух, который взрослелся на основе, на подложке расширения научной картины мира, научных открытий. О том, что картина мира, она гораздо более широкая. Мир наш чувственный, тот мир материальный, он стал гораздо больше. Это обязывает нас обновить тем, что материальный мир и наша картина материального мира, она обновляется и она расширяется. Это обязывает нас также обновить и расширить духовный мир и вся мысленная связь его со всем. И нужно хорошо и глубоко учиться, как все перестроить изначально, но с тем, чтобы это было исправлено. Нам нужно оставить все то хорошее, что было в старом, во время того, что мы перестраиваем по-новому. Остановимся здесь. Остановимся здесь. Что это за старый взгляд на мир и что это за новый взгляд на мир? Старый взгляд на мир. Мы верили, что Земля, она в середине всего бытия, наша планета Земля. Сегодня космология, развиваясь, нам пришла и сказала, знаете, что Земля, во-первых, мир очень большой, гораздо больше нашей Земли. Он гораздо даже больше Солнца. И, вы знаете, Земля не в центре. И даже Солнце не в центре. И даже наша Галактика не в центре. И наш Млечный Путь, он тоже не в центре. Наше Солнце, оно на окраинах Галактики. Наша Галактика на окраинах Млечного Пути. Наш Млечный Путь на окраине Вселенной. Мы где-то там совсем-совсем сбоку. И, соответственно, у нас была раньше идея. То есть это все не написано здесь, но это как бы очень, как бы ураво здесь просматривается очень толстый намек именно на это. У нас было раньше, мы воспитывались как бы на основании этого у нас была идея, что человеком в центре, а сейчас космологические теории нас ставят сбоку. Совсем не в центре, на периферии. Соответственно, это, конечно, имеет моральные и духовные производные. Этого тем более здесь не написано, я просто привожу пример. Например, идея о том, что человек в центре мира. У нее есть положительная и отрицательная сторона. В чем положительная сторона? В том, что человек, он царь мира, царь природы. Плюс его в том, что человек берет ответственность, в том числе моральную, за себя, за свое поведение и за мир. Если он центр, то ему как королю не подобает вести себя по-свински. Ему нужно себя вести как человеку. Он берет моральную, в основном, ответственность за мир. В чем минус этой идеи? Минус этой идеи в том, что человеку он гордится. Вот я какой. Тут венец творения. А все остальные тут звери вообще. Земля, оно так. У меня под ногами. Теперь идея о том, что человек, он сбоку. У нее тоже есть положительная и отрицательная сторона. Положительная сторона – это скромность. Человек понимает, что он тут не самый-самый. Это хорошо. Но так же есть. Отрицательно. Человек может сказать, если я не главный, если я, вообще говоря, никто в космических масштабах, то кому какое дело, как я себя веду. То есть у нас есть возможность морального падения. Поэтому порядок идей, он должен быть очень четко установлен. Сперва должна быть идея о том, что человек, он в центре. И поэтому он возьмет на себя морально ответственность за себя и за них. А после нескольких тысячелетий развития он, несмотря на то, что вместе с этим он может возгордиться. Мы говорим, ничего страшного. Плюсы перевешивают минусы. Но когда человек исправился, по крайней мере, более или менее морально, пришло время исправить недостатки этой идеи. И как раз пришло время, наука открывает, что у нас огромный и большой космос, и мы сбоку. Приходит время, вторая идея, которая как раз нас научит уже скромности, когда первая идея о центральном месте человека в мире и, соответственно, морально ответственность уже сильно укоренилась. Раф не говорит про это прямо, но давайте посмотрим еще раз, что говорит. Идея по поводу малой картины мира, которая у нас была, абсолютно соотносилась с нашими маленькими, мелкими взглядами и качествами, которые у нас было раньше. А теперь у нас есть новый дух, который возвращен на основании науки, который говорит о том, который расширяет наш взгляд на мир. И в соответствии с этим должен, обязан поменяться также наш моральный взгляд, духовный моральный взгляд на мир. Примеры этого я привел. То есть мы видели точно так же, как в общественной жизни. Человек считал себя и свое окружение, что вот так вот мир, он и выглядит. И ничего в общем-то нет. А все остальное, если есть такие чужие. Но сегодня мы понимаем, что все совсем очень глубоко и взаимосвязано. Это была идея предыдущего урока по поводу общественного строения человечества. Сегодня мы потронулись до изменения в космологической картине мира. Основное изменение, во-первых, что картина она очень большая. Очень большая. То есть мы думали там как бы в невообразимое количество раз больше и величественнее того, что мы видели раньше. Второе основное изменение с космологической точки зрения, что мы думали, что мы в центре всего. А оказалось, что мы совсем-совсем сбоку. С вашего позволения мы немножко продолжим по тексту. В? 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 В, В? В лимонуле. В? 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 Субтитры сделал DimaTorzok Для этого нужна глубокая и серьезная учеба в глубинах духа, который должен нам сгенерировать множество новых объяснений. Который все это поставит на новую, более светлую, более высокую основу, которая не только соберет все хорошее, что есть в новых воззрениях, но и оставит все хорошее в моральном смысле, что было в старых. То есть мы продвигаемся вперед, и все, что было в старых воззрениях хорошего, нам не нужно это выбрасывать, мы должны взять с собой, вместе с тем хорошим, что есть в новых. Здесь мы сделаем с вашего позволения остановку, потому что после этого мы начнем переход к идеям о развитии мира. Как мы всегда делаем? Пожалуйста, если кто-то хочет сказать, высказать какие-то свои мысли, идеи, насколько понятно то, что мы сейчас выучили и так далее. Я буду рад каким-то вашим замечаниям или возражениям, у кого есть что-то сказать нам по поводу того, что мы сейчас смотрели. Реально это, в общем, что что-то, что находится на стороне, может быть не менее опасным, может быть не менее опасным, может быть не менее опасным. Тихана, вы с нами говорите? А почему на иврите? Я переведу сейчас. Это камень, который мы не были строители, в конечном итоге он стал крылоугольным камнем, на котором опирается многое. То есть, с одной стороны, мы действительно можем находиться где-то в стороне от центра галактики, но, с другой стороны, ответственность наша за мир и за всю Вселенную, она не меньше от этого может быть. Как народ Израиль окажется неважным, какой-то там Длижний Восток, не в центре Европы находится, а не менее в какой-то момент окажется, что он может быть важен для развития всего мира. Нет, это безусловно. Поэтому это именно и сказали, что идея о том, что мы в стороне, а не в центре, она может появиться только после того, как мы должны взять морально-то за мир, она очень сильно ухеренилась в наших сердцах, наших душах и так далее. Это как бы нет, это не одно поколение, не сто лет, даже не тысяча. Это вот многотысячелетняя человеческая история, когда идея была в том, что человек в центре всего, она укоренила у нас уже так, что теперь это уже не выкорчевать. И в этот момент как раз приходит хорошее время для идеи о том, что человек в стороне. То плохое, чтобы было в этой хорошей идее о том, что человек в центре Дайну, то есть это гордость, теперь нужно ее, немножко с ней можно уже работать, так человек уже взял ответственные знамеры и уже его не оставят в ответственности. Да, соответственно, это, конечно, важное замечание, безусловно. Кто-то хочет сказать еще что-то или мы продолжим тогда? Если можно, мне кажется, гордость, может быть, это даже не совсем точная формулировка, а здесь вопрос контроля, то есть насколько человек действительно контролирует этот мир и контролирует все, что в нем происходит. И насколько верна такая вот наивная точка зрения, что если я буду все соблюдать и буду молиться Богу, то все будет хорошо. Вот, то есть как бы незыблемость этой установки, она под большим вопросом в современном сложном мире и вот какое-то такое ощущение общее. Потому что это же тоже про контроль, то есть вот я буду соблюдать заповеди и все будет хорошо и мир будет стоять. То есть это про контроль на самом деле и в каком-то смысле про манию величия человеческую, как это не парадоксально. Отлично, да. Это прекрасно, но тем не менее, я не могу держаться, по-моему, сегодня или во вчерашнем неделе. Я не могу сказать, что все, что происходит в России, происходит из Израиля, не важно. Я прошу прощения, какие-то посторонние звуки, поэтому я плохо слышу, что ты хамо говоришь. Не-не-не, это текст в автобусе, просто говорят, ну ладно, не важно. Даже корабли, которые идут из Франции в Испанию, в Испанию, в Испанию зависит от эдраиля, по-моему. Так говорит Албул. Швирель, давайте подумаем, что вы сказали. То есть контроль, это очень интересная тема, действительно. Да, то есть это тоже можно сказать. Сегодня возможности контроля увеличились безразмерно по сравнению с тем, что были у человека раньше. Но понимание того, насколько мало он контролирует, они гораздо больше. То есть сегодня человек может действительно контролировать или влиять на мир во много раз больше, чем в прошлом. Но сегодня это идет параллельно пониманию, что это влияние, оно также очень сильно ограничено. Это хороший взгляд. Тоже отлично. Это еще один пример, в чем разница именно с космологической точки зрения, то, что было и то, что стало. То есть давайте скажем это, даже немножко по-другому оформим. Человек... Оставим это. У меня мысли еще здесь в этом направлении до конца оформлены, поэтому жаль вашего времени. Хорошо. Отлично. Кто-то еще хочет что-то сказать? Можно сказать, что всегда были две тенденции. Да, я хочу просто подчеркнуть, что всегда тут есть две тенденции. Я пепел и прах, ничего не стою, и от меня зависит суть планера. Они как бы существуют параллельно и дополняют одно другом. И даже если этот мир вообще огромный, и ты находишься где-то в стране, что-то все равно, как Афара-Арес или как Афара-Шамай, как песок под ногами или прах под ногами, или как звезды небесные, то есть как бы и так, и так человек влияет. Как та бабочка, которая может быть крылом где-нибудь в Индии, а происходит революцию во Франции. Я повторю то, что я понял из того, что сказала Нехама. Нехама говорит о двойственности, что всегда есть это двойное мировоззрение. С одной стороны, я ничего не стоящая тварь, а с другой стороны, я венец творения. Это у нас есть и в нашей традиции тоже. Я согласен. Но, тем не менее, несмотря на то, что есть эта двойственность, все-таки, мне кажется, мы говорим о том, что в разные этапы более подчеркивалась и выпячивалась одна из этих частей. По крайней мере, если мы говорим про общественное сознание, как вот люди себя ощущают. Я человек, так вот с большой буквы, или я, мы, так вот звездная пыль, да? Ничто и никто. Скажем так, давайте подойдем итог такой. Когда естественным образом человек себя ощущает, я ничто и никто, должен прийти моральный, духовный этаж, ему говорит, не-не-не-не-не, ты венец творения. И тогда это человека будет строить. Когда естественное отношение к себе человеку, я, да я, я тут венец творения, должен прийти моральный, духовный этаж, ему сказать, ты не зазнавайся, ты никто и ничто. Да, чтобы была вот эта вот пропорция. Конечно, есть оба, но вот давайте так, да, скажем. И теперь, исторически, раньше человек в основном себя смотрел, да кто это, да что. Поэтому обязательно его нужно было поставить в центр мироздания, в центр творения, и сказать, смотри, дорогой, тобой лично занимается Бог. А, да, ну хорошо, тогда я вот буду себя держать в руках, буду развиваться, буду продвигаться, буду брать ответственность. А когда человеку уже слишком, я, 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 да мы, да тут сейчас полетим на Луну, захватим Марс, мы тут осушим болото, осушим моря, мы тут перевернем все, да мы все можем, мы никого не боимся, и мы тут такие крутые-крутые, то самое время, вероятнее сказать, это дорогой. Как это у нас самое? Комар был создан раньше тебя, да? Вот, то есть спасибо большое, Нахамо, за очень важное дополнение. И теперь мы, если нет еще каких-то добавок, то мы перейдем сейчас к третьей, главной и самой, такой вот, не знаю, сказать, спорной, самой провокативной идее, которая больше всего возмущает это бурление, это идеи про развитие. Конечно, мы говорим, не упоминая, о Дарвинской теории эволюции в том числе, но здесь запросто может быть также идея и о космологической теории, о развитии мира. До того мы говорили о космологической теории, то, что мир большой, то, что мы сбоку. А сейчас мы можем сказать, что с космологической точки зрения тоже теория большого взрыва, теория развития мира, развития галактик, развития мира, и в конце этого развития космологического мира у нас есть развитие также планеты Земля. А на планете Земля здесь развитие жизни. В развитии жизни у нас есть человек и его развитие. И это очень сильно как бы мешает нашему религиозному представлению. Давайте дадим слово Раву и посмотрим, что ему есть нам сказать по этому поводу. китра. Моеллах המחשבה шелайт-падхуд, шелайт-парсыма, буколя ждет. Для раглей-ли-мудэй, а те ва-хадашэль. Астама-пыха раба бухуга-махшивот и рагилот. Идея о развитии, которая распространилась на всех уровнях. На всех уровнях народа, можно сказать. На основе новых, новейших теорий и новейших изучений природы сделала большой переворот в обычных мыслях, в привычных мыслях даже, давайте скажем так. Однако у кого? Однако у кого? Лойцель ехидея сгула, балея дэавая гайо, шумюла мистаклю беседарештел, шумю даргаим. אפילו בהוויה הרוחנית המозכרת בזכירה היותר נסתרה. שאין דבר זר אצלם להבין במידת ההשוואה, גם כן באופן זה, בדבר התפתחות хумры, шумюла мухаши, шрауе шрауе הדבר שתה галуту матемит лештен ширута руханит של авоя, шинами хасэр דרגע חד ביד לוק ורד עד דרגע עד דרגע Не у тех мудрецов, которые всегда смотрели на мир как упорядоченный тренд. Вещи одна выше другой. Также в духовном мире, которые относятся к скрытому взгляду. Раф имеет здесь в виду каббалистов, которые изучали каббалу и учили эти идеи из каббала о том, что есть у нас духовные миры. У них есть отношение одно к другому, но они вытекают один из другого, они строятся один над другим, они относятся один к другому по отношению к хирархии и там есть также идеи происхождения и развития. Они там в этих каббалистических идеях духовного мира, эти идеи развития, они присутствуют. И им не чуждо понять, что у нас будет Акбала, Ашваа, у нас будет параллель от духовного мира к материальному. То есть это не обязано быть, но это будет соответствовать, если это также будет и в духовном мире так. Чтобы было бы здорово, чтобы было соответствие между духовным миром и материальным. И поэтому у нас не будет никакой проблемы с тем, чтобы материальный мир тоже развивался. Теперь, что у нас, почему должно быть на соответствие, что у нас есть какой принцип в духовном развитии, что в духовном развитии миров или мира у нас ни одна ступенька не пропущена. У нас нет прыжков. Там все происходит постепенно. И ничего не оставлено пустым. Соответственно, опять-таки, эта идея очень подходит. Все идеи развития мира из этапа в этап. Постепенное развитие. Они какие-то там вырвали волосины из бороды, абра-кадабра-бум-бум и что-то произошло с таким прыжком. Все вещи он как бы фокусит. А теперь Раф начинает. Вы уж меня простите за мой французский. Наезжайте на наши стандартные взгляды. Давайте посмотрим. Однако простонародие не смог понять идею развития своей общности. И он не может. У него есть трудность в том, чтобы связать все свое представление о мире с идеями развития. А почему? Что ему мешает? Давайте посмотрим. Давайте я вас немножко патролю. Вы меня простите. Давайте я вам задам вопрос. Что мешает людям, особенно религиозным, в идее развития мира? В теории Дарвина, допустим. В чем мешает стандартным религиозным людям? Нет смелых? Не бойтесь. Может неправильный ответ. Так, Нехама, пожалуйста. Бог создал мир совершенно против этого. Что, Миша? Повторите, пожалуйста, еще раз. Я не понял. Ну, получается, что Бог – неправильный мир, который все должен исправляться. Правильно? Хотя это полностью соответствует такой эгоизму, но стандартные мысли – это мешает. Окей. Значит, давайте я повторю то, что вы сказали. Нехама сказала, что так получается, что Всевышний создал мир несовершенно, его еще нужно досовершенствовать, а как же так? Я не соглашусь с вами, Нехама, потому что абсолютно… То есть мы говорим про то, что Всевышний создал мир в любом случае. Но какая идея нам ближе? Что Всевышний сказал «Абра-кадабра-бумбу» и у нас произошел мир? Или Всевышний сказал «Абра-кадабра-бумбу» и у нас произошел большой взрыв 13 миллиардов лет назад, и началось его развитие, а он сидел и ждал, пока 13 миллиардов лет не появится Земля, пока из Амебы не привезет человека, а потом к нему пришел и сказал «Здрасте». Мы говорим, что в обоих случаях у нас Всевышний создал мир, и поэтому вопрос в том, что мир несовершенный, он остается. Не важно, это он создал его быстро или он создал его медленно. Поэтому это не то, что нам мешает, что мир несовершенный, это в принципе нам вообще мешает. Да, это я согласен, как Совершенный Всевышний созданный Совершенный мир, как Совершенный Всевышний созданный Совершенного человека, это действительно нам мешает. Но, как мне кажется, это не то, что нам мешает в идее того, что мы сейчас разбираем. Почему идея о сотворении мира фокусом, да, сразу, быстро, она хорошо принимается, а идея о том, что мир сотворен долго, она принимается в Бог. Так вторая попытка, кто хочет. Ну, мне кажется, если мы обратимся к тексту Торы, то мы там увидим, написано, что Бог создал мир за сколько там у нас дней? По-моему, за шесть или за семь. И определенным количеством речений. И в общем, в каждый день была создана какая-то определенная часть мира. И нигде не сказано, например, что там, не знаю, жизнь сначала зародилась в воде, а потом вышла на сушу. Сказано, что в один день создана жизнь в воде, а в другой день создана жизнь на суше. Никакой связи. И, в общем-то, дни это, видимо, дни. Ну, кто сказал, что это эпохи? Ну и так далее. Отлично. Здорово. Большое спасибо, Шере. Неужели? Конечно. У нас в Торе написано, что мир был создан за шесть дней. Ну, не совсем фокус, но такой эстрадная неделя. Длинный немножко фокус, но все-таки быстро. Не миллиарды лет. А пришла космология, говорит, вот тут долгий-долгий процесс. Потому что жизнь зарождалась там тоже еще миллиарды. Да, миллиарды лет тоже. Не десятки, как вся Вселенная, но там 4 миллиарда лет Земли, и там где-то 1-2 миллиарда есть жизни. Есть еще какие-то идеи? Ну, тогда читаем, что есть сказать рабу. Итак, почему простонародию претит идея о том, что мир наш создан с как бы развивающейся структурой, а не сразу таким, как он есть. Итак, внимание. Не сложность соответствия стихов истории. Тора идеи развития, она усложняет становление мысли простонародия на верную стезю развития. Работа соотнести стихи Торы с длинными процессами развития, она элементарная и очень простая. Вот так вот нам говорит Равус. А, Ширей? Именно то, что вы сказали, только он говорит, да, именно это, только это совсем не сложно вообще. Это вообще не проблема. То есть, он говорит так, простонародию мешает что-то серьезное, и это не то, как мы думаем по-простому, что это противоречит тому, что мы учили там в Торе написано. Сейчас мы увидим, Рав Кеш объяснит, в чем эта работа, как она делается, но он говорит, это вообще ерунда. То, что это противоречит тому, что написано в Торе, с этим мы разберемся элементарно и очень просто. Нам мешает что-то другое. Ну, давайте, я надеюсь, я вас немножко заинтриговал, давайте посмотрим, как Рав решает эту проблему, соотнести стихи Торы с нашими миллиардами лет развития, а потом посмотрим, что, по мнению Рава, мешает простому Люду соотнестись с идеей развития. Итак. Мы, как мы сказали, это очень спокойная и легкая работа. И что мыznали, илайн, это очень спокойной природы на уходу. Шем Кипшоно Большой маку И также Озона Амон регуляет Нашмать легендарь Кицара Что мы доказали Зо В общем, в Ситре Турак Что она наялла Мепшутон Водатом Метъемет Возвращение Метъемет Возвращение Боя Мехшеба Мешаер Цвет Серые Валюна Шесть Варцав Хидот Минай Так, что Рав говорит? Рав говорит, что все знают, всем известно, всем известно, что Машарь, Мишарь, что Притча? Метафора и загадка, и намек, они властвуют в этих вещах, которые секрет мира везде. И также ухо простонародия привычно к тому, чтобы слушать простое объяснение. Что этот стих или это изречение, оно относится к тайнам Тора, которые выше своего простого понимания. И он успокаивается. И начинает его мысли соответствовать мыслям, которые понимают людей, которые понимают в Кабале. Я здесь делаю небольшое вступление. По нашей традиции, действительно, Тору нельзя комментировать в отрыве от ее простого понимания. Кроме двух отрывков. Это отрывок, это начало книги бытия о создании мира. И это колесницы Хескеля. Всю остальную Тору. Действительно, мы не можем сказать, что там нет вообще никакого простого понимания. Но понятно, что в стихах, которые рассказывают нам про сотворение мира, скрыты глубочайшие секреты. Но наша традиция говорит нам более того, что это классическая стандартная традиция. Их вообще нельзя понимать по простому пониманию, по простому смыслу. И это известная вещь. Поэтому возвращаемся к тому, что Равский его начал. Это вообще не проблема, если бы нам было нужно объяснить простому народу о том, что по-настоящему у нас мир создан гораздо дольше. Это сделать элементарно. Все привычны к тому, что как раз вот эти вот стихи в первых главах книги бытия, они относятся к большим секретам, к тайнам Торы. И у них нет, их нельзя понимать по-простому. То, что Авраам пришел, допустим, в землю канонейскую. Это нельзя сказать, что у него нет простого понимания. Конечно, есть, Авраам встал и пошел в канонейскую землю. Но то, что написано в начале книги бытия, то, что у него нет простого понимания, такое вот, это классическая элементарная вещь. То, чем Рав сейчас немножко, как это, фейсом аптеку, немножко возят рожей позиции. Соответственно, у нас устаётся тогда нераскрытый вопрос. А что же, собственно говоря, мешает нам, мешает простонародию в идее развития мира? Здесь я тоже остановлюсь немножко и захочу дать вам тоже как-то высказаться по поводу того, что мы сейчас научились, если кто-то хочет. Если нет, пойдёмте дальше. Но как-то, 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 как-то. Время, шоу, рחוק мхугах. Виплагшанатайм, החתיבа החדשה של התפתחут, аулекет, ומתפרсамет, и ковошет в мем комплекте. Влевы, глядет, везет!, іфляка, азераха орам меропа, שתейذолекет, и худерет, בכлогоди, седирот, ад, азер, тупья, бездарея, аннухием, גם, вхугу, оторопшот, азераха, а я не я не доделал я не сделал цены счету в массах я не сделал шерин вот наше предложение длинная немножко получилось по мнению что мешает простому народу а ему мешает лень ему мешает лень думать потому что ему сейчас нужно связать как он сможет связать духовном смысле все его мысли которые вместе собрались на основании на основе перепрыгивания и вещей которые произошли вдруг то есть если у нас есть перепрыгивания и и и вдруг то разные части целого они в общем-то не связаны друг другу вдруг так вдруг всяк перепрыгнули отсюда сюда как какая-то мистика вещи не обязаны быть связаны если у нас есть другой стороны идея развитие о переходе за одного в другое тут сами ребята тут не выше математика тут думать надо а думать лень тогда оказывается что все вещи они связаны одна с другом и тогда нужно перестраивать все все мысли которые были у человека опять-таки вместе да нужны на основании прыжков и и вдругов таких вдруг произошло то вдруг произошло если вдруг то это никак не связано ни с чем если у нас происходят процесс то это связано все совсем это нужно осознать нужно понять это нужно думать сложно или нет для этого нужно много света чтобы она прошла и проникла во все во все места так чтобы можно было объяснить это также простому народу это это сложно это сложная работа объяснить простым людям которые привыкли перескакивать связано со всем это и кто должен делать а не что сказать конечно мы не просто так до того учили рамбома в книге как омуранье мухи на отдельном уроке на одном тоже самое говорил про создание мира он говорит то что мы верим в создание мира это конечно же не на основании того что то что написано в торе потому что ничуть не сложнее ничуть не проще объяснить на основании того научно описано авторе что у всевышнего нет носа чем то, что он создал мир, если бы нам нужно было объяснить, что мир вечный. В то ли у нас есть всякие проявления Всевышнего, которые мы говорим, что это маршадж, что это пример, что это не так по-настоящему. В то ли написано «длань Всевышнего», «правая рука», «перст Всевышнего», «ярость Всевышнего» и так далее. То есть Раф Кук это не сам придумал? Есть у нас что-то очень похожее у Рамбо, мы это учили на одном из предыдущих уроков, мне просто так это что-то придумал. Теперь вернемся к нам. Время обязывает нас, обязывает нас. к распространению мнения, идеи более высокой, более широкой и более идеальной. Та идея, которая была открыта раньше только каббалистам, на сегодня, спасибо Дарвину, она открыта также всем людям. То есть с научной точки зрения нам не важно, действительно ли мир, он развивался миллиарды лет или он создавался шесть дней. Мы вообще не влазим в научное обсуждение. Этим должны заниматься ученые. Но мы говорим спасибо Дарвину за то, что идея развития проникла в умы всех, даже простонародья. Тогда идеи о развитии, которые были у каббалистов по отношению к духовным мирам, сегодня они распространены, их можно объяснять простым людям тоже. Раньше это были идеи только тайны, только для каббалистов, а на сегодня это уже идеи готовые для всех. Так, значит, мы сказали, будет идеально. Дальше. Невозможно грубой форме веры. Которая спустилась за спуском, которая спустилась за спуском и оделась в одежды мешковины, очень грубой. Для этого существует дальше. Дальше. Мы завершаем так же, как и все те предыдущие идеи. И кто он тот, который должен одеть веру, чистую веру в нежные, утонченные одежды, которые ей соответствуют? Кто ей даст на ее льняной шарф или утонченный головной убор в соответствии с ее высотой? С ее словами даже нет. Если не великие мудрые сердца, великие мудрецы со святыми чувствами и с чистой душой, которые посажены во дворах Бога. Толминеха Хамим, мудрецы Торы, которые положены в смысл, в идеях святой Торы и ее служениях. То есть это работа. Распростроить эти идеи, конечно, опять-таки мудрецов. Как вот на всех этих идеях, как раз давайте подытожим. Все три идеи, они отличные, великолепные, очень хорошие. Но нам нужно сейчас перестраивать всю нашу картину мира заново. И это работа мудрецов Торы с тем, чтобы не растерять все хорошее, что мы принесли из прошлого, пока мы перестраиваем наше здание на основании всего будущего. Я на этом остановлюсь и хочу теперь передать микрофон вам на заключительное слово. Пожалуйста. Я понял, все в шоке. Ну ладно. Ну, я только хотел сказать, что это еще, наверное, не конец. Еще будут такие потрясения в нашем мире, которые мы должны будем религия переварить. Это не конец. Но насколько я понимаю, принципиальных потрясений мыслей, вот три, которые Раф увидел в свое время, прошло с тех пор сто лет, принципиальных изменений я не вижу. Я вижу, что религия продолжает бороться с этими же изменениями. И как бы то, что предлагает Раф, по крайней мере, как я вижу, это самое лучшее. Это не воевать. Наоборот, сказать, ребята, это отличное изменение. Оно нам будет служить, вместо того, чтобы с ним бороться. Единственное что, нужно часто перестроить и заниматься, нужно заниматься мудрецистом, чтобы не растерять то, хорошее аморайлое, как было до того. Конечно, будет еще изменяться, да. Я согласен с Наханой, что Раф нам также дают затравку. Следующие идеи, которые будут дальше, принимайте их также. Давайте смотреть, что это хорошего нам морально может принести в мир, нам и так далее. А потом уже давайте смотреть, как, соответственно, с атмосфетом, с тем, что мы привыкли. И мы, опять-таки, не просто так учили в начале, что Раф нас обязал разделять идеи веры. Такие идеи – это корни веры, и их нельзя трогать. И какие веры, мы к ним просто привыкли. И если их поменять, ничего страшного не случится. Ширея, вы тоже хотите что-то сказать? Хорошо. Кто-то еще хочет что-то добавить нам? Да, я хочу сказать. Меня слышно, да? Да, да. Такую некоторую свою личную рефлексию хочу дать по поводу того, что простому народу очень не хочется думать. Вот я сейчас поймала просто себя на том, что эти слова обращены лично ко мне. И как бы насколько все-таки каждому, вот не говорю за всех, говорю лично за себя, что отношу просто лично к себе эти слова. Вот насколько хочется, чтобы все было просто. И насколько при этом при всем нужно приучаться к тому, что все сложно. И жить с этим. Ну, собственно, вот мой главный урок из сегодняшней лекции. Спасибо, Ширея. Я только добавил, что слушаю всякие там лекции про работу мозга. Мозг, во-первых, думать – это очень затратно. Это очень затратно. Мозг, когда думает, потребляет 25% энергии, которую потребляет все тело. Поэтому мозг работает над тем, чтобы не думать, чтобы было все на автомате. Он получает сумасшедшую кучу информации. В основном, задача все фильтровать. Допускать до сознания какие-то совсем-совсем крохи. Если у себя не справляется, мы получаем болезнь. Допустим, аутизм. Когда человек не в состоянии фильтровать все, и куда-то там звук лишний, его очень сильно будет из себя раздражать, потому что он со всех сторон это воспринимает. Это здоровое поведение мозга, что он не хочет и не любит думать. Это нормально, да? Но понятно, и поэтому все вот сразу вставлять в уже готовые трафареты – это тоже стандартная работа мозга. Без этого нам будет очень плохо. Но с другой стороны, это нас где-то, конечно, вали. Большое спасибо. Очень важное дополнение от Шевелли. Кто-то еще хочет? Вы задавали вопрос по поводу, что не устраивает религиозных людей в эволюции. Развитие клеток и животных, животного мира, это как-то более-менее устраивает. Ну, конечно, за исключением всяких там патологий, например, там животные, которые несуразные, там, утконож, например, у него там многие части, а с разных животных. Ну, и такие птицы не летающие или что-то. Но, а как развились моральные качества человека или духовные способности, они-то как развились из клеток? Отличный вопрос. Отличный вопрос. Как появилась мораль в человеке? Я не буду на него отвечать. Я только, что называется, на сегодня оставлю на подумать. Я два вопроса оставлю. Первый. Какой бог более велик? Тот, который создал мир из-за травки, там, большой взрыв, не знаю что, и через 15 миллиардов лет он смог развиться до человека, которого мы знаем, или бог, который сделал фокус-фокус и сделал на мир? Это первый вопрос, на подумать, который я хочу нам оставить. Второй вопрос, даже не вопрос, это уже тоже нам оставить на подумать. Тора дана уже моральным людям. То есть и Вишний открылся людям и дал нам Тору после того, как человек уже был моральный, как сказано у нас в Перке. Вот. Мораль, она предшествует Торе. Тору может получить уже только моральный человек. На этом мы остановимся. Большое-большое всем спасибо. Я надеюсь, нам всем осталась какая-то пища для размышлений, а подумать. Урок он немножко сбивает наши вот такие стандартные трафареты мысли, как мы привыкли. Поэтому мы попрощаемся. Да, нам осталось, если я не ошибаюсь, еще, да, у нас еще два отрывка, которые мы хотели выучить. В последнее, еще будут два-три урока по этой серии. Большое всем спасибо. Я постараюсь добавить в наш документ все уроки, которые были прошлые. Потому что в начале документа там добавлено только четыре первых урока. А у нас уже седьмой. Я добавлю, постараюсь добавить сегодня, еще хотя бы в четвертый, в пятый, там, все уроки до последнего, чтобы тот, кто хочет, смог прослушать то, что если он вдруг пропустил. Большое всем спасибо. До свидания. Добрый вечер. Спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.